Двое жителей города Тимиртау утверждают, что их избили фельдшеры станции скорой медицинской помощи. Пострадавшие занимались строительством на территории станции. Сломанная рука и разбитая голова. В таком состоянии они были доставлены в больницу. В происшествии разбиралась Остель Сазенбаева. Сейчас двое пострадавших самостоятельно передвигаются с трудом. Все тело в гематомах, кроме сломанной руки и пробитого черепа. Инцидент на Тимиртауской станции скорой медицинской помощи произошел 15 июня. По словам мужчин, их избили настолько сильно, что пришли в себя не только в больнице. Были два фельдшера и один водитель. Это они втроем били в основном. Они хотели пройти, мы их не пустили, так как не высох бетон. Затем, не помнив, что было, накинулись на нас, очнулись только на больничной койке. Защищались как могли. Спасибо, что хоть живы остались. Фельдшеры избили строителей, потому что те не разрешили им пройти по невысохшему бетону. Сначала медработники ругались нецензурной бранью, а затем и вовсе бросились на строителей. По словам пострадавших, избивали их трехметровыми железками. Очнулись в больнице, увидел сломанную руку и ничего не помню. Ужасные боли и по всему телу синяки и ссадины. Нас неоднократно вызывал директор станции скорой помощи и пытался решить все мирным путем, но сдаваться мы не хотим. Как говорят пострадавшие, директор станции скорой медицинской помощи пытался уладить инцидент мирным путем, не предавая его огласки. Но рабочие отказались, ведь остались еле живые. Мы решили обратиться за разъяснениями к директору Тимиртаусской станции. И в областное управление здравоохранения. Но ответов так и не дождались. В областном департаменте внутренних дел нам сообщили, что дело находится в суде. Согласно уголовному кодексу Республики Казахстан, в статье 108 умышленное причинение легкого вреда здоровья ведется расследование. Дело передано в суд. В полиции сообщили, что заявление поступило от самой станции скорой помощи. В чем обвиняют медики-строителей, пока неизвестно. Также неизвестно, какое будет решение суда. Ясно лишь одно. Главная заповедь врача – не навреди. На поверку оказалась не такой уж и главной.